Ребята, всем привет! В общем, взял я сегодня металлоискатель. Иду на городской пляж. Сейчас посмотрим, походим по пляжу. Что-то можно будет найти. Такой вот у меня металлоискатель. Покупал я его года 3 или 4 даже назад за 34 доллара на Алиэкспресс. Самый-самый такой простенький. Ну, а то что давайте посмотрим. Сейчас я его включу и начнем здесь ходить. Обычно что монетки, все это находится прям неглубоко. Буду полосами вот так вот проходить, пока сигнала никакого нет. Видите, проволоку нашел. Сейчас мы в конце все это выбросим. Года 3 назад видео я снимал, по пляжу проходил, что-то я нашел больше 300 тенге разными монетками. Но пока мне ничего не попадается. Я в основном монеты находил, это где раздевалки, где скамейки, лавочки были. Ну, видать, люди там теряли. На фольгу еще реагирует. Так, тут тоже идет сигнал. Во! 10 тенге, ура! Первая монетка, 10 тенге. Нашел. Я какие-либо лопатки не использую. Так, немножко, пару сантиметров и уже лежат монеты. Это тоже был сигнал. Потом все ямки тоже надо, потом будет прикапывать. Это, знаете, когда я был в Китае, бегал там по пляжу, и местные жители особо не купаются в море. А они все сидят там и копают. И взрослые, и дети. Там такие ямы огромные повыкапывают. Сигналов очень мало, очень мало. Фольги много попадается. Скорее всего, от пачки сигарет. 10 тенге есть. Это 2 рубля, если на российские рубли. Как говорится, мал золотник да дорог. Так, потихоньку, помаленечку, сейчас на билет насобираю в путешествие. Подвигаем. Где-то здесь. Где-то что-то здесь есть. Так, в руке сигнал есть. А, от пробки, видите? От бутылки. Тут на металлоискателе 2 батарейки крона. Вот как я их купил, поставил. Прошло уже около 4 лет. Они до сих пор работают. Все отлично. Смотрим. Проволока. Тут тоже какой-то сигнал есть. Отодвигаем. Самое большее я находил. А, 200 тенге монета. Это 40 рублей. Тоже от пивной. Есть, конечно, металлоискатели вообще профессиональные. Очень дорогие. Там можно его настроить, чтобы определенное что-то искать. Да, там монеты, либо какие-то цветные металлы. Но у меня простой. Он все находит. Железо, алюминий, монеты, металл. И на драгметалл тоже он реагирует так же одинаково. Гвоздь ржавый выкопал. Тут, видите, с реки тоже могло много что принести. Я думаю, на берег. У нас потоп такой сильный был. Я тоже, кстати, видео снимал. Смотрите, пивная крышка. Холстон. Видите, я немножко так ногой отодвинул. Вот здесь вот что-то есть. Вот так вот ставлю, потом рукой... О! Просеиваю. Что-то упало. Мелкое, что ли, что-то было? В руке будет звенеть? Знаешь, что это в кулаке? О! Что здесь? Шайба. Наверное, уже кто-то прошелся хорошо. Потому что сигналов очень мало выдает. Скорее всего, уже прошлись. Так, что-то в руке. Ух ты ж! Советская монетка. Смотрите, что я нашел. Ничего себе! Откуда она? 15 копеек, 1984 год. Собаки пришли. Собака, собака. Смотри, какую я монету нашел. 15 копеек. Я думаю, еще был сигнал. Думал, еще, может, монеты там, может, какой-нибудь клад. Нет, он гвоздь ржавый. О! Так, что это? 10 тенге. Еще одна 10 тенге. Итого у меня 20 тенге и 15 копеек. Я потом их в конце еще покажу. Снова гвоздь. А, нет, это не гвоздь, это кусок электрода. Вон еще какой гвоздь нашел изогнутый. Видите, тоже такое влечение, хобби. Полезное, да? Чищаешь от мусора еще. Тоже сумку уберу. Снова гвоздь. Что-то мне на гвозди везет. Так, еще есть сигнал в руке. Что я нашел? Это, это 5 тенге. 5 тенге я нашел. Хотя она уже долго пролежала. Ну, вот, я смотрю, довольно-таки хороший сигнал. Что здесь может быть? Сейчас мы посмотрим. Или пробка, или, я думаю, какая-нибудь монета. Надеюсь. Да, видите, пробка, игру сигнал хорошая, либо пробка, либо монета. Не знаю, от чего эта пробка. Снова пробка холста от пива. Я думаю, даже если кто-то прошел, все равно все невозможно будет найти. Так вот, монету, да, пропустили, советскую. И 25 тенге сейчас у меня есть. Смотрим. Может, на что-то и насобираем. Кусочек проволочки. Ничего себе, вот. Кусочек проволочки. Сейчас я подошел ближе к воде. Смотри, тут все прям понарыто. Это, получается, кто-то до меня копал. И сигналы тоже не попадают. Так, а это что я нашел? А это от замка какого-то сломалось. Еще один гость. Откуда гвозди берутся на пляже? Больше всего гвоздей насобирал. О, снова гвоздь. Снова гвоздь. О, какой гвоздь. Торчит прям. Так, чувствую. Пробка снова. У меня вот есть видео на канале, где я тут проходился. Потом на пляже проходился, где я большой мост. Ну, вот тут, в принципе, тут недалеко находится. И еще на одном пляже спасалка он называется. Вот тут встретил я ребят с металлоискателями, но они ходили прям по воде. И даже нашли золотую цепочку. Представляете? Довольно-таки тяжелая, увесистая. Можете посмотреть именно на канале. Пластинка металлическая. Видите, тоже от паводка, что произошло. Он все повалил. Все беседки, раздевалки тоже их снесло. Вот эти вот поставили. Сейчас скамейки смотрю. Восстанавливают. Работы много, конечно. И триатлон пар сейчас тоже восстанавливают. Он весь в воде там стоял. Что это? Такой кусок железа на тормозную колодку похоже. Ржавый уже. Снова гвоздь. Я когда ходил, ключей находил. Какие-либо там заколки были. Снова гвоздь. В основном гвозди находятся. Снова пробки на цветной металл. Задать больше денег будет, чем я нашел. Пока монеты больше не находятся. Ну, ладно. Мы не сдаемся. Думал, какая-то монетка. Нет. Это от пробки. Вимпикс. Водка. Скорее всего, модем Казахстана. Смотрите, как гвоздь тоже торчит. Еще длиннее. Снова гвоздь. Опа. Кэшбэк. Это кэшбэк. Еще 10 тенге. Во. Что я выкопал? Так можно и ногу таким проткнуть. Это металлоискатель. Нужно брать с собой в путешествие. Куда-то там я видел. На Мальдивах. В Дубае ходят с металлоискателем. Там, конечно, много что находят. И часы там видел ролик. Само что подбрасывать, не знаю. Но я когда снимаю, все честно, ничего не подбрасываю. Так, снова сигнал. Снова пробка. Кружка свежего. Ксук, железо. Ни густо, ни пусто. Ни одной белой монетки не нашел. Это 20 тенге. 20, 50 тенге. Биометалл у нас идет. 100 тенге. Другцветные. И 200 тенге. Тоже биометалл. Так. Ух ты. Еще монетка. И еще 10 тенге. О, кэшбэк. Так. Ух ты. Наконец-то. Вот 20 тенге. Видите, это белые 20 тенге. И довольно-таки чистенькие прям. Кстати, я ее нашел прям возле 10 тенге. Обычно вот так вот. Какого-то, может, с кармана упало. Сразу там бывает. Так попадаются. 3-4 монетки сразу. Сейчас еще тут поищу. Что это такое интересное я нашел? Я не знаю, что это. Вообще на капсуль похож. На какой-то патрон, что ли? Нет, не патрон. Что это такое, ребят? Кто знает. Так. Что-то есть. О, чувствую монетка. Еще 10 тенге. Я в конце покажу. Весь улов. 10 тенге. Тоже давно уже лежала уже. Такая красная даже. Видите, он еще фольгу определяет. Алюминиевая крышка какой-то банки. Это, конечно, комрады, кто профессионально занимаются. Они ездят на специальные места, поля. Смотрят по карте, где что раньше было. Вот. И там, конечно, находки у них интересные. Да, как старые монеты разных годов, царские монеты. Так, еще одну монетку раскопал. Что это? Это одна тенге. Это самая маленькая монета, самый маленький номинал. Как одна тенге. Так, что-то есть. Еще одна тенге. Есть. Пробка снова. Кто ищет, тот всегда найдет. Еще монетка. Что это такое? Не могу разобрать, что это. А, это... Это монета 2 копейки, 1949 год. 2 копейки, 1949 год. До 61-го года они были другие монеты. Вот там СССР написано. Ничего себе находочка. На видео плохо видно, да, куда близко приближаешь. Мне сейчас, знаете, что интересно стало? Откуда монеты тут таких годов? Или это правда монеты с воды, с берега принесло, да, после потопа? Не знаю. Может, кто-то уронил, но хотя тоже... Зачем бы они с такими монетами ходили еще и по пляжу? Вот. Очень-очень странно. И еще плюс кто-то до меня тоже ходил, копал. Потому что я лунки нахожу копанные. Все, батарейка села. Заряд кончился. Ну все. Надо будет заказать батарейки. Купишь батарейки, дороже будут стоить, да? А не, жри, что-либо найдешь. Ну, такие вот у меня тут батарейки стояли в арте. Две штуки с двух сторон. Сели. В общем, зашел в интернет, прочитал, как можно оживить батарейки. Ну, там, постучать, молотком постучать, погреть их. Ну, говорят, что крона очень плохо этому поддается. Но я сейчас на сайте посмотрел, сколько стоят батарейки. Промно две батарейки, две тысячи в сто тенге выходят. Какой-то сандалик потерял. Все, в общем, час прошел. Покажу, что я насобирал, сколько монет. Мусор насобирал. Такие вот настройки. Громкость можно увеличить. Наушники можно подключить. Это он включается, так выключается. Под руку вот так вот очень хорошо в руке лежит. Также выдвигается. На какую нужную длину. Ну, смотря какой рост, да? Ну, вот. Удобный. Не знаю, самый-самый бюджетный я брал на Алиэкспресс. Вот. Мне он нравится. Такой вот металлоискатель. Смотрите, сколько я мусора насобирал. Это очень много. Гвоздей очень много. Пробок. Но все это можно тоже пораниться, наступить. О, здесь мусор. Все, вон что. Тоже мусор. Так, вот, собственно, весь кэшбэк. 20 тенге, 50, 67, 75, 77 тенге. И 15 копеек 1984 года. И 2 копейки 1949 года. Вот такие вот находки. Получились. 77 тенге. Ну, даже на проезд на автобус, кстати, не хватит. Смотрите, как он складывается. Трубка заходит вовнутрь. Катушка тоже сгибается. Все. Такой небольшой. Можно даже пакет большой положить. Сегодня такое вот небольшое видео. В общем, по пляжу ходил ровно час. Такие вот были находки. Ребят, в общем, я посмотрел в интернете, сколько стоят такие монеты. 15 копеек 1984 года. Она стоит приблизительно 50 рублей. Ну, конечно, это в отличном качестве. А 2 копейки 1949 года стоит около 500 рублей. Но это, опять же, в хорошем качестве. Это все, конечно, я оставляю в качестве трофея. Вот, и также еще хочу поблагодарить. Мне пришло 3 доната по 100 рублей. 2 доната от Анонима. Это через Донат Алерц. Вот, кто отправляет, там можно написать любое сообщение. И еще такой пришел донат, тоже 100 рублей. Привет, Тикрома. Соточка за первый минус 5 килограмм. От Анютки Вишуткиной из Нижнего Новгорода. Спасибо большое. Спасибо, ребята, кто поддерживает. Анютки, большой привет Вишуткиной. И Нижнему Новгороду большой привет. Также я хочу еще поблагодарить Рината за 500 тенге. Сообщение Роман, тебе донат. Оксану за 500 тенге. Сообщение. Благодарю за ваши интересные и полезные видео. Спасибо большое, Оксана. Еще Ирина Тайла, 2000 тенге. Сообщение Рома. Спасибо огромное за YouTube. Ты супер. Спасибо большое, ребята, кто поддерживает. На сегодня видео подходит к концу. Такое небольшое, коротенькое видео. Вот, ну все, ребята, давайте. Всем добра, всем пока. Скоро увидимся.